Роман-мастер Маргарита Михаила Булгакова считается одним из ключевых текстов русской литературы 20 века. Это произведение писалось в стол и при жизни писателя опубликовано не было. Впервые рукопись увидела свет в 1966 году в журнале «Москва», правда в сокращенном варианте. На сегодняшний день это одно из самых знаменитых произведений. Оно разошлось на цитаты, например, «Рукописи не горят», «Никогда и ничего не просите», «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус» и так далее. Однако наряду с захватывающим сюжетом и кажущейся легкостью чтения, роман таит в себе множество смысловых уровней, в которых мы и попробуем разобраться. А если вы хотите видеть на этом канале больше роликов по литературе, ставьте лайк под этим видео и делитесь им с друзьями. Для начала давайте кратко вспомним сюжет. Действие начинается с того, что председатель профсоюза литераторов Берлиоз встречается на патриарших прудах с молодым поэтом по фамилии Бездомный. Причиной встречи является разговор про Иисуса Христа, в который вдруг вмешивается незнакомец, похожий на иностранца. Он предсказывает Берлиозу скорую и страшную смерть. Предсказание сбывается. Берлиозу отсекает голову колесо трамвая. Бездомный, удивленный такими совпадениями, преследует интуриста, но тщетно. В итоге он попадает в психушку, где и знакомится с мастером. Параллельно с основным действием романа мы погружаемся в историю про Ешуа Гоноцри, который общается с Понтием Пилатом и гибнет на кресте. Оказывается, что это и есть текст того романа, который был написан и уничтожен мастером. Помимо этих линий в романе есть еще запараллельные события. Это философские беседы мастера и бездомного психушки, общение Воланда и его свиты с москвичами, а также приключения Маргариты, полет на шабашвень, бал у сатаны. Несмотря на многообразие событий, его композиционной основой текста является роман в романе. Это не случайно. Чтобы разобраться в необходимости такой структуры, необходимо проанализировать поступки и мысли главных героев мастера и Маргариты. Это имя возникло не случайно. Булгаков взял его из другого знаменитого произведения о сатане, из Фауста Гёте. В одной из сцен, где Мефистофель приказывает нечисти расступиться перед ним, он произносит «Дворянин Воланд идет». Кроме того, в старинной немецкой литературе черта называли «фаланд», то есть «обманщик». Этот смысл булгаковской отсылки вполне очевиден. Воланд и есть иллюзионист, обманщик. Вспомним хотя бы сцену в театре Варьете, где москвичи получают модную одежду и деньги, но в итоге теряют и то, и другое, так как материальные ценности от сатаны – это сплошной обман. Также немаловажно, что у каждого персонажа романа есть реальный прототип. Прототипом Воланда, безусловно, стал Сталин, с которым у Булгакова были сложные отношения. С одной стороны, в 20-х в Амхате с успехом шла пьеса «Дни турбинных», на которую ходил Сталин. С другой стороны, в 30-е годы произведения Булгакова запретили, и писателю стало нечем зарабатывать себе на жизнь. 18 апреля 1930 года состоялся телефонный разговор вождя с писателем, после которого возобновились постановки его пьес, но ненадолго. Это была излюбленная стратегия Сталина – дать человеку надежду, а потом лишить ее. Все мы помним, что 30-е годы – одна из самых страшных страниц в истории страны. Поэтому те поступки, которые совершает Воланд, даже могут казаться не такими уж плохими, учитывая весь тот кошмар, который происходит тогда в Москве. Это можно воспринимать как возмездие подлецам, однако возмездием это не является, так как страдают даже те, кого сложно в чем-то обвинить. Например, римские, веренуха и так далее. Иными словами, Воланд творит зло ради зла и попросту убирает со своего пути любого, кто ему неудобен или неприятен. Также значимый параллель – Воланд-Мефистофель. Важно, что они довольно разные. В Гетовском варианте Мефистофель – это искуситель, соблазняющий Фауста возможностью безграничного познания. По сути, Мефистофель бессилен, ведь человек никогда не сможет быть чем-либо доволен, и он не скажет «Остановись мгновение, ты прекрасна», так как процесс познания бесконечен. При анализе булгаковского текста нам также необходимо знание Фауста Гетте, так как без этого понимание Мастера и Маргариты будет неполным. О том, какие еще отсылки скрываются в произведениях русской классики, мы подробно рассказываем на курсе «История русской литературы». Итак, вернемся к Мастеру и Маргарите. Волан в романе Булгакова тоже искушает. Он подвергает искушениям московских обывателей, но что важнее – Маргариту и Мастера. Первый Волан дает шанс отомстить за возлюбленного, а второму – написать и спасти роман, а также получить вечный покой. Таким образом, мы имеем дело с обратной ситуацией, когда мыслитель в конце жаждет не продолжения познания, а только покоя. Однако не случайно роману предшествует эпиграф из Фауста. Так кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. И действительно, на фоне московской интеллигенции, чьи обывательские интересы ничем не отличаются от интересов публики театра Варьете, фигура Воланда вырисовывается в весьма выгодном свете. Но, несмотря на всю привлекательность фигуры сатаны, его образ очень спорен. Одна из основных линий романа – связь Воланда, Мастера и Маргариты. Героиня замужем за военным инженером, которого не любит, но уважает. Она встречает Мастера и становится его любовницей. Обычно подчеркивают самоотверженность Маргариты и неутомимую поддержку Мастера. Однако в ее поведении и в самой встрече двух героев есть ряд странностей. Прежде всего, кажется, что их знакомство было подстроено. Вспомним хотя бы основной импульс, подвигнувший Мастера на написание романа. 100 тысяч рублей, которые он находит в корзине для грязного белья. Невероятная удача не является случайностью. Находка была подстроена Воландом. То же самое можно сказать о знакомстве Мастера и Маргариты. Вспомним слова Мастера. То есть Маргарита сознательно ходит по улицам города с желтыми цветами, чтобы привлечь внимание. Герои встречаются на людном арбате, но из всей толпы он видит только ее. После этого они сворачивают в безлюдный переулок, где завязывается их первая беседа. В этом эпизоде постоянно подчеркивается мотив тревоги. Начиная с тревожных желтых цветов, заканчивая любовью, которая выскочила, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. Трудно не заметить, что любовное переживание изображено в довольно неприглядных тонах. С этого момента в жизни Мастера и Маргариты начинается совершенно иной период. Он наполнен романтикой и любовью, но ровно до тех пор, пока Мастер не напишет свой роман. После написания Маргарита уговаривает его опубликовать отрывок, но из этого ничего не получается, так как рукопись не пропускает цензура. Жизнь пары превращается в ад, а деньги заканчиваются. В итоге Мастер оказывается в сумасшедшем доме, а Маргарита проклинает себя за то, что оставила Мастера в сложную минуту. Таким образом, любовь героев выглядит по меньшей мере странно. Складывается ощущение, что они встретились только ради того, чтобы написался роман, так как никакого будущего после его написания у пары нет. Этого будущего не будет даже тогда, когда Воланд вернет Маргарите Мастера. В момент возвращения герой абсолютно сломлен, он устал от жизни и готов на любой исход событий, которые предложит Сатана. Все это не случайно. Роман, который написал Мастер, это Евангелие. Но Евангелие не от Мастера, а от Воланда. Литературоведы заметили, что многие евангельские смыслы в романе как бы перевернуты. Не стоит забывать, что Булгаков родился в семье священника. Поэтому, читая Мастера и Маргариту, невозможно абстрагироваться от христианской символики. Тем более, что этот мотив заявлен вполне очевидно. Вспомните знаменитое высказывание Воланда. «Никогда и ничего не просите, сами предложат и сами все дадут». Но в Евангелии от Матфея мы читаем. «Просите, и дано вам будет, ибо всякий просящий получает». Более того, действие романа происходит в Страстную Седмицу, то есть в ту неделю, которая предшествует распятию и воскрешению Христа. Так, например, появление Воланда связано с третьим днем Седмицы. В Евангелии от Марка сказано, что тогда некая женщина разбила сосуд с миром и возлила ему, Иисусу, на голову. В тот же день Аннушка разливает масло, что и становится причиной смерти Берлиоза. И это не единственный параллель с Евангелием. Похороны Берлиоза проходят в пятницу, когда на богослужении обычно совершается вынос плащаницы, демонстрирующей тело Христова. Более того, в тот день, когда Христос уже умер и еще не воскрес, состоится бал у Воланда. Это некая антилитургия, которая разворачивается в нехорошей квартире, один из углов которой похож на алтарь в храме. Почему Волан так заинтересован в написании романа? Ответ довольно прост. Мастер пишет Евангелие от Воланда. Именно так были названы Ершалаимские главы в варианте романа 1933 года. Вспомните, все канонические Евангелия были написаны апостолами. Следовательно, Воланду тоже нужен смертный, чтобы создать собственную версию. Интересно, что Ешуа в этом произведении изображается не как Сын Божий, а как обыкновенный человек. Если внимательно присмотреться к этому персонажу, то становится очевидно, что он как-то странно себя ведет. Ешуа заискивающе улыбался, Ешуа испугался и сказал умильно, «Только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня». То есть его образ предельно человечен, что идет вразрез с классическим пониманием Сына Божьего, из-за чего текст Булгакова и был признан юридическим. Итак, мастер пишет, а затем спасает роман. И кажется, что Волан должен его за это как-то вознаградить. И кажется, что долгожданный покой и есть та самая награда. Однако умалчивание всей правды – один из самых эффективных способов обмана. Именно на такой обман идет Волан в конце романа. Он предлагает мастеру Маргарите покой, но без света. А что такое покой без света? Это могила, это отсутствие какого-либо развития. Вспомните также финальные слова Маргариты. «Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак. А прогнать меня ты уже не сумеешь». Согласитесь, это звучит поистине жутко и мало похоже на счастливый финал. Таким образом, мы имеем дело с неким антифаустом. Ведь для Фауста Геты вечный покой – это и есть ад, так как суть человеческой жизни – это бесконечный путь познания. И именно в этот ад и попадают в конце романа мастер и Маргарита. Как видите, для полного понимания булгаковского романа необходимо также знать текст Геты. И это не единственный случай в русской литературе. Например, «Мертвые души» Гоголя имеют множество параллелей с божественной комедией Данте. О связи русской и зарубежной литературы, а также о смыслах, о которых вам точно не рассказывали на школьных уроках литературы, вы узнаете на видеокурсе «История русской литературы». Ссылка в описании этого ролика. Понравилось это видео? Ставьте лайк и делитесь своим мнением о нашем разборе. Субтитры создавал DimaTorzok